и снова здравствуйте значит сегодня темка у нас будет такая почему человек живет определенное количество лет вот столько и не больше а кто-то значит живет больше кто-то живет меньше почему горцы у нас живут долго а наши мужики понимаете ли которые были заняты на производствах живут мало вот в этом сегодня и попробуем собственно разобраться значит для того чтобы вам понять что и как происходит достаточно немножко в голове собственной набрать статистики то есть смотрите кто у нас живет долго у нас значит горцы живут долго да долгожители всем известно Кавказ долгожители и так далее у нас долго живут японцы но не все японцы японский крестьянин долго живет нет японский крестьянин точно так же как и крестьянин российской империи жил в пределах 40 лет а так 30-35 лет и все кто у нас долго живет скандинавы долго живут да значит но опять же тоже не совсем все скандинавы начинаем смотреть и разбираться чем эти люди которые долгожители занимались всю свою жизнь вот горцев берем чем он занимался он жил в горах он вниз практически не спускался может и спустился только когда ему совсем стало стал старенький ему потребовалась там помощь семьи и так далее где-то в горах или в селении где-то вот человек там жил чем он занимался может быть он у станка стоял нет нет заводов в горах может быть он занимался спортом нет нет стадионов в горах чем он занимался да ничем он не занимался растил виноград или пас овец или занимался скажем так необременительным легким физическим трудом именно легким физическим трудом на свежем воздухе может быть он быстро бегал куда-то ему надо было бегать нет ему не надо было никуда бегать он как раз таки жил в условиях когда ему не надо было никуда торопиться у него там не было светофоров он не опаздывал там на самолеты он не опаздывал там на работу вот то есть человек там жил спокойно теперь вернемся к скандинаву скандинаву там ребята живут как всем известно особенно значит финны эстонцы они такие медленные это стало притчей во язык цех вот понятно да то есть опять же никто никуда не торопится и если посмотреть кто там долго живет то опять же среди них не будет тех кто стоял всю жизнь у станка почему у станка стоять нехорошо потому что стоять у станка это подчинять свой организм все физиологические нужды организма станку то есть человек фактически придаток железяки человек так себя воспитывает регулирует вот он там с утра или с вечера в туалет сходил потом значит он сходил пописать в обед потом он значит пописал когда пришел с работы ну и потом может быть перед сном еще все по большому-то счету а так все у станка у станка у станка и вот мало чтобы не бегать в туалет ест не очень много но плотно сытно чтобы опять же лишний раз не бегать в туалет перекуры перерывы ну очень многие работали на сделке там немножко не до этого опять же значит не совсем здоровая атмосфера это достаточно много масла металлической стружки пыли вот и однообразная работа спортсмены у нас долго живут но они же вроде как на свежем в воздухе практически все да интенсивный физический труд нет спортсмены живут мало они особенно профессиональные спортсмены очень рано заполучают кучу профессиональных болячек вот которые стремятся сделать своего хозяина инвалидом и собственно все кто у нас долго живет у нас живут долго разнообразные актеры которые живут в свое удовольствие в основном всю свою жизнь они неплохо зарабатывают неплохо зарабатывали в советский период различные эстрадные артисты долго живут ну если не злоупотребляют алкоголем вот а уж тем более если не увлекаются наркотиками они долго живут потому что опять же они немножко капризны и они привыкли удовлетворять потребности физиологические потребности своего организма вот в чем дело понятно да вот чувствуете определенные закономерности уже вырисовываются собственно то есть различные служащие какие-то иногда бывает живут долго но надо смотреть опять же их трудовой путь насколько нервной была их работа при жизни потому что есть такое понятие что человек сгорел на работе во всяком случае в советском союзе такое понятие было человек сгорел на работе ну вот у нас в принципе статистических данных в общем-то поднабралось теперь мы в состоянии уже немножко анализировать начиная от горца и заканчивая служащим который сгорел на работе чем они друг от друга отлетались смотрите горец никуда не торопился и это естественным образом отражалось на интенсивности работы организма и на чистоте сердечных сокращений можно брать в среднем то есть среднесуточный там ритм да определенный если мы берем спортсмена у него пульс высокий это тренировки это соревнования тренировки постоянно и там постоянно поднимается пульс задирается значит если мы берем простого рабочего станка там вроде бы как пульса то нет казалось бы но на самом деле на самом деле там происходит примерно то же самое что с сослужащим который сгорел на работе там малоподвижная деятельность мало подвижная деятельность но при этом с высоким сосредоточением в результате мозг работает достаточно интенсивно это либо принимать решение либо следить за точностью выполнения детали например вот мозг работает интенсивно соответственно сердце работает должно работать тоже достаточно интенсивно для того чтобы обеспечивать мозг всем необходимым потому что мозг у нас потребляет до 90% всего что требуется организму понятно да если у обычного человека ну того же самого горца который все-таки там достаточно подвижен вот он ходит туда сюда у него мышечный корсет играет свою роль помогая сердцу проталкивать кровь например венозную кровь или например мышечный корсет достаточно активно участвует в движении лимфы лимфатическая система своего насоса не имеет как такового она пользуется услугами мышц которые сокращаются и которые соответственно ритмично сдавливают сосуды вот и лимфатическая жидкость двигается примерно то же самое у нас происходит с венозной кровью значит давление венозной системе у нас одно давление в артериальной системе у нас совершенно другое и чисто формально венозная кровь снизу вверх двигаться не должна потому что давление в системе слишком маленькое помогают ей двигаться именно мышцы сокращение мышц крупных мышц и непосредственно мышц венозных сосудов плюс на помощь там идут клапана которые достаточно часто устроены установлены венозной системе и которые не дают крови стекать обратно понятно да вот почему если у вас работа связана с долгим стоянием то есть вы например продавец продавец в основном стоит он стоит стоит двигается он на самом деле очень мало кажется что много но вдоль прилавка особо не побегаешь там не разогнаться поэтому домой пришли и задрали ноги на стенку вот легли а ноги на стенку и все и минут 15 20 30 в такой позиции полежать понятненько да а потом соответственно погреть ноги в тазике пропарить их желательно с травками вот а потом не остужая шерстяные носки и под одеяло вот и тогда с венами значительно лучше все будет ясненько да значит дальше поехали то есть тем интенсивнее работает сердце тем соответственно оно больше делает ударов за свою жизнь вот точно так же чем интенсивнее человек двигается тем энергичнее он дышит тем больше кислорода поступает в его организм а кислород это окислитель он все-таки стремится ваш организм окислить а вот это в некоторых случаях хорошо но не всегда вот ну нет у нас спортсменов в том числе бегунов в том числе на длинные дистанции которые живут долго нету ребятки нету если вы собираетесь показать мне на старичков которые понимаете ли бегают в старости в 80 лет в 90 лет вы пожалуйста поинтересуйтесь а кем они были до того как начали бегать и выяснится что скорее всего значит они занялись бегом тогда когда врач сказал ну все родной вот инфаркт либо тебе грозит в ближайшее время либо уже бабахнул и ты случайно выжил после него вот надо тебе что-то делать выяснится что товарищ этот занимался как раз таки малоподвижным значит но напряженным умственно напряженным трудом скорее всего и соответственно теперь он начинает что делать восстанавливать и здесь работают ребятки уже совершенно другие механизмы механизмы надо понимать что после 40-45 лет у людей совсем по-другому начинает работать гормональная система по-другому надо понимать что раз по-другому работает гормональная система она теперь рассчитана не на как сказать не на грызню за место под солнцем потому что уже к этому времени отгрыз или должен был отгрызть вот не на грызню за самку потому что к этому времени уже отгрыз или должен был отгрызть себе эту самую самку вот она нацелена на то чтобы теперь спокойно жить передавая свой опыт молодым поколениям новым поэтому человек в этом возрасте обычно успокаивается каким бы энергичным там и злобным он ни был с возрастом человек становится спокойнее не потому что ему там что-то надоело а вот потому что надоело это восприятие окружающей реальности вот но он воспринимает человек воспринимает окружающую реальность через призму своей гормональной системы эндокринной системы понятно да человек стал спокойнее у него поменялись приоритеты он теперь бегает марафоны а не за девочками чувствуете разницу да вот соответственно раз он начал бегать марафоны то вот чтобы теперь понимать что собственно я рассказываю вам теперь требуется перейти на мой сайт и почитать вот логика процессов обеспечения жизнедеятельности это раз второе вот у нас про мелатонин собственно и вот здесь вот у нас про никотиновую кислоту и вот эти вот вещи необходимо знать чтобы понимать вот этот вот теперь старичок который побежал или дяденька который побежал не поехал даже на велосипеде велосипед задействует совершенно другие мышцы ездил я на велосипеде несколько лет интенсивно даже автомобиль забросил вот интенсивно ездил на велосипеде везде в магазин за там стройматериалами для дома неважно я ездил на велосипеде круглый год причем когда еще никто не ездил 99 2000 2001 2002 года а вот ездил носился сумасшедшей скоростью шел в потоке с автомобилями на велосипеде с передачами а вот но бегать при этом все равно не мог другие мышцы и по другому они работают и велосипед не является естественным естественной нагрузкой для мышечной системы человека для человека является естественным шаг значит интенсивная ходьба и бег ясненько да вот поэтому этот дяденька который начал бегать он первое начал обеспечивать своему организму выработку никотиновой кислоты в достаточном количестве с одной стороны с другой стороны он начал обеспечивать себе настоящую усталость в результате у него начал вырабатываться синтезироваться мелатонин про мелатонин тоже в обязательном порядке почитай вот понятненько да и все и вот теперь собственно он и будет бегать до своих физиологических 90 там 93 тире 98 лет потом все равно помрет от смерти не убежишь она собака хитрая ясненько да то есть здесь начинают работать другие механизмы если вы возьмете спортсмена который вот так вот бегал марафоны ну нету этих марафонцев сильно старых нету ну конечно есть исключения их единицы но это не массовое явление вот в чем дело то есть человек до достижений примерно лет 45-50 желательно должен вести размеренную спокойную жизнь при этом удовлетворяя логику процессов обеспечения жизнедеятельности своего организма и удовлетворяя свой организм согласно принципам здорового питания иначе загнется раньше времени а вот после этого вступают уже в силу другие механизмы тогда человек живет долго вот поэтому все нынешние извините наши чиновники которые ратуют за увеличение возраста значит пенсионного они же вот этих всех вещей не знают там же не сидят вот эти вот всяческие всяких семи пядей во лбу что называется да гениальные товарищи нет ведь мы люди взрослые мы прекрасно понимаем кто и зачем рвется во власть вот что в первую очередь эти люди обеспечивают наполнение собственного кармана а потом уже может быть там крохи со стола кость собаки и так далее всем остальным вот вот эти товарищи всех этих вещей не знают очень многие медицинские лица значит даже со званиями акомедиков в смысле академиков тоже этого не знают хотя ну мне попадаются в основном достаточно вменяемые потому что определенный круг общения все-таки сложился вот да там люди прекрасно вот эти вот все вещи понимают и знают вот и профессора которые в медицине вот но эти товарищи обычно работают или живут достаточно спокойно и в медиапространство не лезут вот в медиапространство лезут различные значит товарищи да не будем поминать значит недавно понимаете ли помершего до 90 даже не дожившего основателя клуба столетних понимаете ли вот он почему-то считал если есть несъедобное и колоть себе вены неправильное то можно дожить но он обсчитался помер раньше от того же самого рака вот таким вот образом ребятки вот таким вот образом поэтому если да как пример вот этого всего хозяйства значит зашел на ютуб начал искать фильмы чтобы посмотреть и обнаружил что появилось несколько каналов где выложены свежие американские фильмы значит вполне такие фильмы приятные значит в хорошем качестве все это дело выложено пожалуйста бери скачивай никаких проблем как бы нет у меня возник вопрос это что за аттракцион невиданной щедрости особенно в наши времена времена борьбы за авторское право но посмотрев фильмы я в общем-то понял их все объединяет одно там среди главных действующих лиц старички пенсионного предпенсионного и запенсионного возраста причем американского то есть 65 лет они там значит ведут погони они ведут расследование они понимаете ли стреляют из снайперских винтовок они значит там занимаются сексом они работают в офисе они продают недвижимость на миллионы вот они делают все то же самое что делают относительно молодые люди зарабатывая себе на пенсию ну понятно пошла агитация и пропаганда нас значит что мы такие вот замечательные мы доживем но дело в том что немножко другие условия опять же там не показывают людей которые стоят у станка там не показывают людей которые занимаются тяжелым физическим трудом например на стройке там показывают тех кто в основном всю жизнь просидел в офисе вот в чем дело то есть да кто-то из офисного планктона имеет возможность пожить подольше значит но люди занятые производительным созидательным трудом на которых держится вообще весь этот мир они имеют совершенно иные сроки жизни вы посмотрите вокруг вот бросьте свою машину ездите на общественном транспорте поездите в трамваях в автобусах да давка да не нравится вы посмотрите банально на окружающий вас состав значит москвичей прошу не беспокоиться у них нетипичная картина вот хотя в таких вот спальных районах там может быть старых спальных районах там может быть а вот в обычных городах там типичная картина заходишь в магазин а там значит женщины и бабки в очередях мужики если есть то в основном до 60 летнего возраста они заходишь в транспорт а там тетки и бабки зачастую бывает заходишь и весь трамвай этот единственный мужик значит на весь трамвай а так значит дамы разного возраста зачастую вопрос возникает и куда все эти бабки едут утром в обед вечером но они куда-то все время едут да вот заходишь в банк особенно когда там народ ходит пенсию получает и точки там одни бабки там нет детков где детки они не дожили вот вот таким вот образом собственно вот таким вот образом это типичная картина ну как фактически да такая когда человек всю жизнь отработавший на одном заводе приходит последний раз получает пенсионный расчет выходит за проходную садится тут же рядышком у проходной и умирает вот потому что он не понимает да с одной стороны что делать дальше с другой стороны он же отдал вот это вот все хозяйство всю свою жизнь этому заводу в итоге этот завод ну в советском союзе за это ему чем отплатил он дал ему жилье сначала может быть это было общежитие потом это была квартира вот он дал бесплатное образование детям этого человека он дал бесплатную медицину качественную медицину значит членам семьи этого человека при этом всем значит была та медицина которой нет сейчас и о которой уже вообще мало кто помнит это профилактическая медицина ребят можно рассказывать мне про хамство в магазинах но сейчас его кстати говоря тоже хватает так если что если начать продавца драконить он вам естественно такого расскажет что тогда люди абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые да вот но сейчас профилактической медицины нет а тогда была тогда человек мог получить путевку съездить в санаторий профилакторий человек получал путевку ехал куда-то значит на море или еще куда-нибудь это все было понимаете не надо рассказывать что человек отдавал больше чем получал вот это низкая цена коммуналки это низкая стоимость проезда это достаточно низкая стоимость того же самого топлива вот и так далее как я уже говорил железный замысл ну в принципе ладно дальше я уже пошел в политику это по большому счету не существенно таким вот образом ребятки таким вот образом поэтому опять же вот эти все товарищи которые якобы родеют за наш возраст чтобы мы работали подольше на самом деле они родеют исключительно за себя исключительно за себя вот потому что из нынешних вот этих вот депутанов и прочих нет никого кто бы стоял у станка нету таким вот образом немножко надеюсь разъяснил я вот этот вот момент по срокам жизни то есть еще раз ключевое на продолжительность жизни влияет частота и количество сердечных сокращений оно должно быть в норме оно не должно быть запредельным сердце должно поддерживаться всем организмом целиком и полностью понятно да то есть мышечная система должна поддерживать работу сердца поэтому самое простое например для вас если вы заняты как раз таки малоподвижным трудом это каждый вечер хотя бы ходить интенсивно час либо вы будете каждый вечер интенсивно ходить час либо прогулочным шагом два часа и в том и в другом случае у вас примерно получится 5-6 километров вы пройдете вот это уже скажем так достаточно для того чтобы законсервировать ваше состояние на определенном уровне если вам это состояние надо поднять соответственно продолжительность ходьбы должна быть выше она должна быть дольше вопрос отдельный что не все имеют возможность так делать но это отдельный вопрос к сожалению так что вот думаем своей головой не надо вестись на всяких там акомедиков которые заявляют если хочешь жить долго надо не доедать ну давайте посадим этого академика значит на голодную диету вот это будет называться истощение в конечном итоге вот в конечном итоге он загнется раньше своего возраста вот академики у нас если кто не в курсе в принципе всегда получали достаточно неплохую зарплату вот со всеми и снабжались в общем-то достаточно хорошо всегда да поэтому и доживают многие из них до очень и очень преклонных лет потому что когда все стояли в дичайших очередях значит за самыми простыми вещами вот академики получали продолжали получать ну не все конечно особо приближенные вот продолжали получать пайки которые входило в том числе черная икра таким вот образом черная икра это у нас продукт долголетия опять же достаточно цинично получается когда человек получающий эту самую черную икру вот жрущие ложками рассказывает всем остальным как полезно понимаете ли не доедать да вот они и не доедают а что они не доели то они соответственно отправляют уберят паху или наоборот ну ладно как-то так всем пока не доедают Продолжение следует...